друзья всем привет с вами граффити артист райтер и коллекционер старинных старых и лимитированных граффити банок евгений марс собственно как и всегда на этом канале если вы впервые слышите мой голос и видите меня подписывайтесь на канал на нем я рассказываю про какие-то интересные вещи из мира граффити про коллекционные банки ну и собственно рисую граффити и сегодня я хочу опробовать новый формат поскольку я в граффити и в хип-хопе уже давным давно где-то года с 99 рисую скетчи я делаю года с 96 97 также занимался брейк-дансом в середине и конце 90-х и у меня за мою творческую деятельность сохранилась накопилось много определенного граффити стаффа но не только граффити хип-хоп стаффа граффити стаффа и сохранилось очень много фотографий именно с тех далеких времен и в этой серийке хочу показать вам как рисовали до собственно появление интернета до появления хорошие граффити краски в россии рисовали мотипом обруха и дупли колором и вот такими вот всякими вещами рисовали круто рисовали качественно рисовали много собственно об этом сегодня пойдет речь вот сегодня такой пак фотографий у меня с собой ну и собственно давайте начнем давайте начнем погнали и начнем мы с такой вот фотографии это кусок моего кореша с которым я начинал под ником нейтрон собственно С ним мы начинали граффити деятельность в Ломоносове, сам я родом из города Ломоносов, что недалеко от Питера, и вот именно там мы рисовали, начинали рисовать, танцевать, двигать хип-хоп. Собственно, этот кусок нарисован обрухой, мы тогда частенько рисовали обрухой, покупали ее на сэкономленные пирожки, на пирожках, деньгах, и вот, собственно, рисовали такие 2-3 цвета, это уже была роскошь для нас, потому что краска стоила дорого, а денег, сами понимаете, особо не было. Вот такой крутой кусок. Собственно, второй кусок, это здание на Фонтанке 50, там находился магазин Ренегат, и в нем находился отдел Трайп, в котором продавалось, в общем-то, собственно, граффити, всякая атрибутика, журналы, видео VHS-кассеты, ну и, собственно, сама окраска. Про этот магазин я рассказывал у себя в ТГ-канале, в Телеграме, так что подписывайтесь на него, ищите там информацию про волдскульчик. Собственно, куски нарисованы командой SPP, Saint Petersburg Patriots. Это одна из старейших команд Петербурга и России, вот такой крутой стайлак они делали уже в то время, а это начало нулевых. Это еще один, одна, точнее, из старичков, старейшим граффити-движения в России, Skull. На самом деле, девушку зовут Вакс, это всем известный диджей Леди Вакс, которая играет сейчас в Breakbeat. Вот, она в свое время жила в Германии, и когда приехала в Россию, но, соответственно, в Германии она тусила со всякими райтерами, диджиями, бибоями, и, вернувшись в Россию, собственно, начала двигать хип-хоп-культуру, граффити у нас в Петербурге. И рисовала она вместе с Фьюзом Артемом, у них была команда, это именно тот самый чувак, который Фьюз Крэг, рэпер Фьюз. Вот, они рисовали вместе, по-моему, даже вместе делали первое железо, то ли в Петербурге, то ли в России, точно сейчас не могу сказать. Вот, кусок сделан краской мотип, они, по-моему, даже были на спонсорстве мотипа, вот, так что вот такой крутой кусок уже на то время. А, кстати, это будка на Александра Невского, кто живет в Питере, знает, там сейчас нарисован Данила Абагров. Вот, собственно, это более свежий кусок, это уже, когда в России появилась монтана немецкая, этот кусок трубы после Митингов Стайлс 2008, да, по-моему, год, в автору, который Дэв Скрюпер и проводили. Вот, я думаю, многие знают, помнят, что за фестиваль это был. Здесь Чес, слева из Москвы, это труба, можно посмотреть, какие куски делал в 2007-2008 году. Это здесь Боку, мой кореш, Женек Акме. Вот, это спот Хофф на Ладожской под мостом железнодорожном, недалеко от метро, вот, многие в Питере, я думаю, знают, там раньше можно было рисовать вообще без каких-либо проблем, просто приходишь, рисуешь, можно целый день было рисовать, сейчас там, конечно, естественно, подразогнали, все это дело, там рисуется что-то, но такого не очень хорошего качества, это, ну, больше бомбинг, чем райтинг, а, собственно, раньше райтинг можно было там днями напролет делать. Следующий кусочек у нас будет из Лигова, это один из знаменитейших лайнов Петербурга, я думаю, многие не только в Питере его знают, но и в других городах про него слышали. Это продакшн от команды DS Crew, Amoros, Splash и DNA, а шкраба здесь нету, но вот втроем они сделали этот прот, да, здесь вот даже написано, Written by Amoros, Splash и DNA. Самый прикол в том, что пацанам этот продакшн не понравился, и здесь вот под куском сплэша написано Splash Noya G. Вот, тогда повально люди увлекались 3D граффити, вот, очень популярны были и лумиты, и даймы, и вот эта вот вся движуха из Германии, и, собственно, под впечатлением от их творчества делались все эти работы. Splash даже еще не придумал свой фирменный стиль, вот, можно видеть, как ребята рисовали до... Собственно, изобретение своего я, Amoros тоже, соответственно, еще не придумал свой стиль. Работа выполнена, по-моему, мотивом. Я ехал с... то ли в универ, то ли с универа, увидел этот кусок, взял фотик, на следующий день приехал, вышел в Лигово, отфоткал и поехал обратно. То ли домой, то ли в универ, не помню, но... Ну, не суть, в общем. Сфоткал, вот мой рюкзак лежит. Вот, соответственно, это Лигово было, и сейчас расскажу про Хофф Вафтова, знаменитейший Хофф. Там проводился как раз-таки митинг оф стайлс, первый в России, и, собственно, там рисовали многие, начинали свою деятельность, в том числе и я. Вот, а это кусок, ребята, с фэткэпсов. Вот, именно под впечатлением от их работ я начал заниматься граффити, начал делать скетчи, начал рисовать граффити. Крутая команда, ну, чуваки так себе, со странностями, конечно, но оставили свой след в граффити, несомненно, это Вася, ВХВ и Ол. Крутой продакшн, очень мне нравится, на самом деле. Здесь стена высокая, где-то метра четыре, и не всегда можно достать до... Ну, и, соответственно, краски тогда, в те времена, было немного, и, как бы, экономили. Это еще один их кусок с того же места. Там раньше два было места, один, как бы, гаражи, лайн такой был вдоль дороги, а второй за мостом, такой закуточек был, и вот, вот, высокий, вот, именно здесь, в этом закутке. И, кстати, этот, эти куски, тоже Вовл, Фэдкэпс, Вася ВХВ, Вовл, Фэдкэпсы, такие вот, то ли верблюды, то ли черепахи, кто это, ну, из, довольно-таки известных персонажей из немецких комиксов, или откуда-то оттуда, в общем, многое, кто их рисует. Вот, это кусок вот этот, и вот эти три куска, собственно, сплэша, два куска сплэша, вот такой вот, два куска рядышком было. Здесь был кусок фэдкэпсов и еще один кусок сплэша, тоже до изобретения им своего стиля. Вот этот кусок я не знаю, чей, но все эти куски явно вырисовались то ли обрухой, то ли мотиком. По качеству, по качеству краски видно все это. Вот. Опять же, еще одна 3D-ха из Автова, команда БСД, с чуваками я не был знаком, если с Фэдкэпсами и DS Crew я знаком до сих пор, знаю ребят, общался с ними, с некоторыми общаюсь, вот, то эту команду, я не знаю, ну, тоже 3D-ха под впечатлением немецкого 3D-граффити. Тут вот такой вот, такой продакшн классический, кэрик, шрифт, кэрик, кто рисовал, я не знаю этих ребят, но вот такой вот граффити тоже имело место быть. Достаточно неплохой, кстати. Сплэш с командником DNM, краской тоже дерьмовый какой-то, все это нарисовано. Ну, скорее всего, это все мотиком рисовали, потому что я помню, Витя Сплэш не особо, вроде как, респектовал обруху, да и мотипа была, ну, производилась краска мотипа в Питере, и у них палитра была больше. Ну, и краска, на мой взгляд, покачественнее была, чем обруха. Вот, это 3D-хи от команды GDE, где нулевой год двухтысячный. Очень мне нравились их работы, и одну из них я прям помню, как сейчас, это первая, одна из первых работ в Лигово. На лайне была такая оранжевая 3D-ха, вообще прям суперская. Найду фотку, может, в следующих выпусках, если зайдет вам такой формат, покажу ее. Вот, очень крутая работа была. Здесь буква, здесь написано, по-моему, улица, насколько я помню, и буква, и в виде женских ножек. Прикольная тема, задумка. Вот, это пока, ну, у меня другие фотки еще есть с авто, но на сегодня все. Дальше мы перейдем к Хофу на Большоокцинском мосту, у Большоокцинского моста. Сейчас его нету, там одно здание снесли. Ну, я думаю, кто в Питере живет, знает. Там с одной стороны завод от моста, с другой стороны здание уже снесли. Там какая-то стройка, раскопки. И как раз-таки в этом заводе, на территории этого завода, то ли продавалась краска мотип, то ли даже производилась краска питерская мотип. И, собственно, вот там можно было купить краску и сразу там 100 метров пройти и прорисовать граффити. И сейчас я вам покажу, какого качества был мотип на то время. То есть он не уступал. Можно было красочные куски, как вот здесь видно, сделать именно краской мотип. Собственно, там много рисовали люди. Там даже команды были на спонсорстве мотипа. Им бесплатно выдавали краску, и они спокойно рисовали. Собственно, вот здесь SPP кусок с керриками. Здесь труапчик фэткепсов. Это Леди Вакс, опять же, перевернута скал. Почему она так писала? Ее как-то то ли хлопнули менты, как разок. Ну, в общем, там какой-то замес с полицией, был с милицией на то время. И она, чтобы не полиция, не придумала ничего лучше, как просто перевернуть буквы, чтобы ее там не идентифицировали как Вакс. Она писала скалу. Ну, по стилю все понятно, я думаю, что вот можете сравнить тот кусок и этот, ну, все понятно. Вот, это Рус Крю. До сих пор существуют команды. Некоторые Камар, например, рисует. Московская команда, по-моему. Вот, тоже старички, вот этот кусок Рус Крю поближе. Такое вот, делали они такой вот стилек. Ну, тоже под впечатлением от Германии. Вот такой вот Wild Style, вот, не знаю кого, но, по-моему, это кто-то из Fat Caps'ов. Не Owl, не VHV, но кто-то из других чуваков. Вот здесь тега 2000 год. Вот это, по-моему, я могу ошибаться, если кто-то знает точно, это Smash или немецкий Smash. Или не Smash, напишите в комментариях. Ну, очень похоже на его стиль тех годов. Здесь тоже, по-моему, его кусочек. Вот такое граффити, неизвестно от кого, но, судя по всему, написано Jack. Возможно, я могу ошибаться. Вот, яркость краски можете оценить. Конкретно на этом куске, какие цвета, какую яркость давал мотив. Скорее всего, тоже мотивом. Ну, и на этих тоже кусках видно, как работал мотив. То есть, достаточно яркие, хорошие цвета давались. Делались этой краской. Тоже 2000 год, Wild Style, по-моему, тоже кто-то из Fat Caps. Ну, не факт. Не факт. Ну, я тогда еще не рисовал граффити и, как бы, с этими людьми не знаком. С некоторыми позже познакомился. Но, вот, конкретно, вот, например, с DMS Crew я тоже не знаком. Но, эта работа явно выполнена под впечатлением работ Дайма. Я думаю, что кто знает Дайма и что он делал в начале нулевых. Ну, явно, закос под Дайма. Вот, видимо, здесь такой вот продакшен из DMS Crew был. Вот, раз, два, три, четыре, пять кусков подряд. DMS Crew, DMS Crew, DMS Crew. Не знаю, я попробую спросить у старичков, что это за команда. Что они делали. Может, найду еще фотографии какие-то другие. Вот, потому что вот других фоток я, у меня нету. И я даже их работ, вот, кроме вот этих, у Большоохтинского моста больше не видел. Вот, поспрашиваю ребят, если я что-то нарою, какую-то информацию расскажу вам. Собственно, вот, такой вот, такая первая часть обзора на фоточки, которые сохранились у меня с нулевых. Вот, еще у моего друга Женька Акмы, я тоже очень много фотографий возьму у него, расскажу. Там очень крутые есть куски, прям легендарные, я бы сказал. Очень интересно расскажу, кто там что и как рисовал. Есть паблики в интернетах, которые рассказывают о старых граффити, но обычно они не выходят за рамки описания, типа, там, город, никнейм человека и год создания. Вот, это максимум, на что они способны. Просто потому, что не знают подробностей, я вот некоторые подробности знаю в питерской граффити, сцены старой, соответственно, могу вам рассказать. Так что подписывайтесь на канал, смотрите, как рисовали в начале нулевых. Я думаю, это многим должно быть интересно, особенно молодым райтерам, которые только начинают или рисуют недавно, посмотреть, как, вот, чем и как, собственно, рисовали в начале нулевых. Ну, а с вами был Евгений Марс, граффити-райтер и коллекционер граффити-стафа. Подписывайтесь на мой канал, рисуйте граффити, рисуйте качественное граффити, собирайте банки, если вам это интересно, смотрите мои видосы. Всем пока!